Всем привет! А вот и четвертый выпуск нашего видеопроекта. И сегодня мы с вами отправимся... Семенов! Точно, Семенов. Забавно, кстати, получилось, что в прошлый раз выиграла Полина и поехала в блокно в итоге. Да, Денис, очень забавно получилось. Надеюсь, в этот раз мы без сюрприза попадемся. Ну, на все воле монетки. Орел. У меня орех. Вот и замечательно. Что-то мне как-то грустно даже. Победил только в первом выпуске, получается. Ну, что поделать, Денис, на все воле монетки. Ну, не везет с монеткой, повезет с дипломом. Пойду его, кстати, напишу. Удачи. Ну, а мы отправляемся в Семенов. Город Семенов или маленький Париж располагается в самом центре Нижегородской области. Небольшой, но очень красивый городок привлекает богатый, насыщенный историей, самобытным характером и обилием достопримечательностей. Ежегодно сюда едут тысячи туристов, чтобы посетить местные музеи, надышаться свежим воздухом и познакомиться с местной культурой. Город Семенов – это тесное сплетение современных и исторических достопримечательностей. Просто прогуливаясь по улочкам, невозможно не обратить внимание на старинные деревянные домики, окна и фасады которых украшены изящными ажурными композициями. Старые провинциальные домики отлично сохранились до наших времен. У меня нетрудно догадаться, почему мы приехали в Семенов. Конечно же, дело в матрешках. На фабрике в городе Семенов изготавливают известных во всем мире матрешек. Посредством популярного русского сувенира Семеновская роспись делалась с национальным культурным достоянием. О том, как возникла Семеновская матрешка и о технике выполнения, нам расскажут в музее матрешки и традиционной игрушки, куда мы сейчас и отправимся. Первые матрешки были достаточно суровые, у них не было ресниц и они не улыбались, потому как начали заниматься этим промыслом староверы. Не принято были у них увеселение, платок не расписывался, он только покрывался достаточно темным красителем и всего лишь хайма внизу платка имела витейку. А в букет собирали и цветы, и фрукты, и ягоды, все, что росло под ногами, разные травы, но к 50-м годам начинают от этого отходить. Сделали яркий желтый платок, красный сарафан и из букета убрали все лишнее. Так вот тогда матрешка начала улыбаться, но ресниц у нее все еще не было. В 2000-м она поменялась еще. Это могут быть и голубые глаза с ресницами, и кудрявые волосы. Форма платка может быть разной, и сам платок тоже стали расписывать цветами. Пишется наша матрешечка пером, как и сто лет назад, ручную полностью наносит контур черной тушью. А еще обратите внимание на платок. На ней находятся вот такие узоры, и называется это техника шахмастения. Она была придумана именно на нашей фабрике. Для этого используют специальную шелковую ткань, обычную тряпочку, сворачивают в рулончик, и плотно-плотно в улиточку окунают в черную тушь, и получается вот такая печать. Это отличительный знак именно нашей традиционной росписи. По одной из версий, матрешка к нам в Россию пришла именно из Японии. Видя небольшого бога, он был семиместный, назывался он Фокурухудзю. Так вот, впервые в Россию его привезла купчиха Мамонтова с острова Ханьсю, и оказалось, что там не деревянный огленинный в виде колокольчиков. И оказалось, что задолго до него у нас в России точили четырехместные пасхальные яйца, еще с петровских времен. Они не были расписаны, но были покрыты красителем. Вот они-то как раз и вставлялись друг в друга. Как раз на основе этого яйца Токов Звездочкин, который проживал в городе Загорске, и выточил ту самую форму матрешки, которую мы привыкли видеть. А их матрешки, они не открываются, это такой деревянный болванчик с круглой головой, точат их из фруктовых пород деревьев. Это сакура и брикос, иногда из березы. Самая большая в данный момент в зале матрешечка находится у нас на открытом стеллаже. Называется она «Польушка». Имеет она 31 куклу, и отличается она от всех остальных тем, что также ни один букетик на животике у нее не повторяется. А была она написана для выставок «Цветы России». Путешествовала по нашей родине и занимала первые места. Так вот, уникальность этой матрешки не только в букетах, а еще и в толщине стенки. То есть работа Токаря здесь тоже учитывается. Толщина стенки 1 мм, она прозрачная на свет, практически невесомая. А есть на нашей фабрике матрешки с секретом. Это музыкальная матрешка, и называется она «Лена». Наши матрешки имеют отдельные женские имена. Внутри этой матрешки находится специальный механизм. На дне находится ключик. Внутрь вставлялась бутылочка, и прежде чем ее достать, этот ключ нужно было завести. Достаешь бутылочку, и начинает играть мелодия. А еще у нас есть матрешка с магнитом. Раньше это была парящая матрешка, которая зависала в магнитных полях. Также на нашей фабрике в 1970 году была сделана самая большая в мире матрешка. Насчитывала она 72 куклы. И решили сделать ее к столетию Ленина. Тогда задумали 100 кукол, но 100 не получилось. Так вот эта матрешка была метром в высоту и 50 см в объеме. Каждый букет на животике у нее отличался друг от друга. К сожалению, сохранилась она только на черно-белой фотографии, потому как не успела наша фабрика к юбилею. А в Японии в это время проходила выставка Экспо-70. Туда она была увезена, заняла там первое место, вошла в Книгу рекордов России как самая большая по численности. И кто-то из частных коллекционеров ее выкупил. По сей день повторить ее не смог никто. Как появляется матрешка на свет? Это очень трудоемкая работа. Вообще у нас на фабрике полностью ручной труд. Прежде чем матрешку выточат, эти липовые бревна заготавливаются в течение приблизительно трех лет. С них снимается кора и до определенной влажности они сохнут. Только потом их распилят на болванку, из которой впоследствии появится матрешка. Токарь вытачивает изделие, затем оно поступает в художественный цех. И прежде чем матрешку распишут, ее нужно загрунтовать, для того, чтобы закрыть поры, либо очень пористый материал. А грунтуется матрешка картофельным крахмалом с клеем ПВА смешанным. Заваривает очень густой кисель, которым обрабатывают каждое изделие. Грунтуется она в три слоя. Каждый слой сохнет в естественных условиях, причем очень быстро. Затем только приступают к работе художники. И пишется матрешка в три этапа, тремя разными художницами. Первый этап это контур. То, что у нас нанесено на матрешке, следующие две операции мы с вами сейчас и сделаем. Это будет крытье и написание букета. И последний этап нашей матрешки это лачка. Лачится она также в три слоя, но каждый слой сохнет сутки. Тоже в естественных условиях при комнатной температуре. А сейчас мы с вами возьмем изделие в ручки. Внизу у матрешки находится вот такое расширение. Называется это венчик. Взяли мы свою красавицу, держим, смотрим на нее, она на вас. Берем кисточку, ту, что побольше. Окунули в водичку. И прислонили к салфеточке для того, чтобы убрать лишнюю влагу. Мы с вами сейчас распишем традиционную семеновскую роспись. То, что мы с вами посмотрели, это желтый платок и красный сарафан. Мы окунули кисточку в краску, набрали красочки, не боимся. И начинаем покрывать платок. А краситель у нас используется здесь гуашевый. Достаточно густо должна покрываться древесина. Стараемся не залазить за контур матрешки. На фабрике для этого используют большие плоские кисти. Покрывается матрешка анилиновым красителем, который очень хитрый. И художница должна его поймать, чтобы не видны были потеки. А здесь мы используем гуашь, который очень быстро сохнет. Ну и немножечко полегче ей расписывать. То есть рукава нашей матрешки и фартук остаются деревянными. Они не закрашиваются. Матрешка должна дышать. То есть в воздухе у нее находится букетик. Ну и чтобы было понятно, что это не какая-то пластмассовая игрушка, а все-таки это деревянные изделия. Поэтому очень много мест не закрашивается. Бутоны мы будем делать по принципу нажима. И будут они смотреть у нас в разные стороны. Вот здесь в уголочке они сойдутся. Вот таким образом. Раз нажим, два нажим. Сейчас мы с вами будем делать букет. Он будет у нас располагаться на фартуке. И будет он состоять из трех цветов. Мы берем... Вот у нас есть такая бордовая красочка. Доводим ее до консистенции сметанки. Прямо на кисточке водички. Отлично. Затем берем ватную палочку. И вот таким образом набираем краску. Палочку нужно прижать в краситель и покрутить немножечко. У нас с вами должны получиться 5-6 листники. То есть это опять же зависит от человека. Кому как хочется. Хочется побольше цветочек, значит побольше горошков. Хочется поменьше, значит поменьше. Но друг от друга мы их не раскидываем. И мы делаем самый верхний центральный цветочек. Он будет состоять из 6 лепестков. Чуть ниже этой линии у нас будут еще 2 цветочка. То есть у нас должен получиться треугольник из цветов. Вот таким образом мы делаем еще 2. Далеко друг от друга цветочки мы не раскидываем. Чтобы в середине у нас не было большого промежутка. Старайтесь держать палочку, как печать. Сверху вниз, сверху вниз ставить. Положили палочку, она пока нам больше не пригодится. А сейчас мы будем делать листья. Принципу нажима мы уже научились, когда делали бутоны. Сейчас то же самое будем делать с листочками. Берем кисть поменьше. Окунули в зеленую красочку. Вот у нас получился треугольник из цветочков. Сейчас у нас должен получиться перевернутый треугольник из листочков. Те же самые нажимы. В каждый просвет между цветочками мы делаем по 3 листочка. Раз нажим, два нажим, три нажим. Сюда. Раз, два, три. Всегда кончик кисточки смотрит в серединку цветов. А теперь нам нужно надеть бутоны. Каждый бутон, который мы рисовали на кайме, должен быть одет двумя листочками. То есть самим кончиком кисточки мы делаем вот такие маленькие примакивания. Тот же принцип нажима. И одеваем каждый бутон. Здесь они сюда у нас одеваются, в эту сторону. Здесь они одеваются в другую сторону. Ну и самая последняя наша операция. Мы снова берем большую кисть. Окунули ее в водичку и в красную красочку. Снова создаем консистенцию сметаны. Еще можно водички. Все, замечательно. Трогаем пальчиком наш платок. Желтую красочку. Если она у нас не остается на ручках, значит, мы берем двумя пальчиками вот таким образом заголовку. С двух сторон. И начинаем обводить по контуру руки и фартук. Закрашиваем полностью сарафан. Кроме донышка. То, на чем матрешка стоит. Внизу вот это разветвление, венчик, он тоже закрашивается. Ваша матрешка готова. Такие вот у нас получились двойняшки. Все, на этом работа закончена. Спасибо большое. Пожалуйста. Мы благодарим Ильи Матрешке за теплый прием, поделенное нам время и подаренные эмоции. Ну а наш выпуск подошел к концу, и ты можешь писать в комментариях свои предположения, куда мы отправимся дальше. Ну а сейчас мы возвращаемся домой. Субтитры сделал DimaTorzok